Сергей, ты как ведущий аналитик лаборатории Касперского наверняка должен знать о том, что происходило в последнее время с интернетом в плане ДОС-атак с большими ресурсами, такими как Сколково, ЖЖ и другими. Это точно не ваша работа? Это точно не наша работа. Лаборатория Касперского никакого отношения, никаким ДОС-атакам вообще не имеет. Наша задача только защищать от подобных инцидентов. То, что мы видели гигантские ДОС-атаки в последнее время, это были атаки именно с батнетов, именно с зараженных компьютеров большого количества пользователей. Собственно говоря, кому было это надо, мы не знаем. Но мы знаем, как это бы происходило, мы знаем, с помощью каких вредоносных программ, и примерно можем оценить масштабы, которые происходили, количество запросов, количество зараженных пользователей, которые участвовали в этой ДОС-атаке. Что вам еще интересно узнать про это? Ну, про масштабы интересно. То есть, сколько было задействовано компьютер, какой был масштаб, если это взять в деньгах, и что с этим делать, собственно говоря, большим ресурсом? Ну, собственно говоря, если говорить про количество компьютеров атакующих, мы оценим где-то несколько десятков тысяч. Если говорить по деньгам, сколько такие услуги на черном рынке стоят, то это будет где-то порядка 20 тысяч рублей, наверное, в сутки. Собственно говоря, не очень дорого. То есть, это не так дорого стоит завалить такой мощный системы серваков, как у Супа, всего лишь 20 тысяч рублей в сутки? Да. Соответственно, опять же, ДДОСеры, люди, которые занимаются этим черным бизнесом, они прекрасно понимают, какие есть условия для проведения какой именно атаки. Ну и, соответственно, у сервера Супа, которые находятся на территории США, были оценены где-то в несколько десятков тысяч рублей. А что делать? Как можно противостоять таким ДДОС-атакам? Ну, смотрите, есть несколько классификаций ДДОС-атак. То есть, это есть ДДОС-атак. Понятное дело, что все с использованием ботнетов, но на разные, скажем так, ресурсы. То есть, есть ДДОС-атаки, направленные на канал, то есть, просто забивают канал провайдера. Есть ДДОС-атаки, которые устраивают, например, есть такая замечательная штука, капча. Вот, она генерируется. И, соответственно, это занимает процессорное время какое-то на сервере. Собственно говоря, устраиваются атаки вот на такие вычислительные ресурсы. В зависимости от типа ДДОС-атак, он стоит по-разному, с разными технологиями осуществляется ДДОС и так далее. Ну, если ЖЖ не выдержал такого маленького количества, ну, относительно малого количества компьютеров, ну, так и такое бывает. По какому типу были ДДОС-атаки на ЖЖ? Просто гет-запросы. Просто хттп-гет-запросы, которые обращенные на страницы, журналы пользователей, тысячников. А делать-то что? Что делать? Ну, вообще-то, по-хорошему, есть целый комплекс, да? Все начинается с заявления в милицию. Когда... У нас же это в законе как-то, по-моему, очень слабо все прописано. Заявление в милицию на ДДОС-атак или прописано? Все прописано. И в любом случае есть, то есть, есть несколько статьи в Уголовном кодексе, по которым можно посадить ДДОСера. То есть, начиная от мошенничества банального, там, создания и распространения вредоносных программ, ну, и заканчивая, там, организацией преступной группировки. То есть, статьи под конкретных людей, ну, можно найти. Единственное, что, чтобы вот этот весь механизм начал работать, нужно заявление в милицию. Насколько я знаю, от ЖЖ такого заявления не было. Ну, в конце концов, они вроде как написали. И, как бы, пояс и органы уже были там заряжены, учитывая, что все-таки это ЖЖ, что, да, он, конечно, как бы, livejournal.com, и, в принципе, международный, но, тем не менее, в России это является таким, отлично такой колонной. И органы правоохранительные, естественно, заряжены и, естественно, будут продвигаться в поиске злоумышленников и, ну, как бы, в приостановке вообще вот этой вот черной деятельности. Слушай, ну, если в атаке участвовали там десятки тысяч распределенных ботов, как вообще найти заказчика-то? Как найти заказчика, но... Давайте так. Как это происходит? Не важно, что додосит, да, то есть, любые сайты. Самое распространенное – это онлайн-магазины, игровые сервера и так далее. То есть, они, то, что ведет бизнес в интернете, и что злоумышленники все время, как бы, пытаются, там, сделать додос и потом требовать выкуп. Что происходит? Есть IP-адреса зараженных компьютеров, есть провайдеры этих зараженных компьютеров, есть телефонные номера провайдеров, где расположены зараженные компьютеры. Производится звонок, производится узнание адреса, производится выезд группы, производится изъятие компьютеров, производится, ну, дезассемблирование, полный поиск бота, ищется панель управления ботом, ищется человек, который заходит на эту панель, ищется его IP-адрес, ну, и так далее, так далее. В общем, в конце концов и находит исполнителя. После этого паяльники, ну, это темная история. И, в конце концов, все-таки, иногда удается найти заказчика. То есть, если это, скажем так, непрофессиональный заказчик, который там не используется, там, не знаю, торами и так далее, то его найти абсолютно реально. Иначе, ну, есть комплекс мер, который все-таки позволяет найти заказчика, кому это все было выгодно.